Огромнейший-огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Нова Светлого Наталья. В этом видео мы с вами поговорим о пустых баночках, что у меня закончилось за эти два месяца и мое мнение о них. Но скажу вам сразу, что пустышек очень много, поэтому это видео выйдет в двух частях. Наливайте себе кружечку чая или кофе и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. За эти два месяца накопилось очень много пустых баночек, и я вот просто уже в нетерпении, чтобы снять это видео, поделиться с вами мнением о тех или иных продуктах, понравились они мне или нет. Открою и еще закажу, куплю, или как вообще с ними поступлю дальше. И хочу это снять, чтобы уже это все собрать и просто уже отправить в Ассоясе. Очень много всего. Вы знаете, когда много в ходу косметики, мне кажется, много всего и заканчивается. Или когда много открываешь, всего становится здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и вот оно вроде как много-много-много всего. А потом в один момент заканчивается один флакон за вторым, за третьим, и вот оно все как-то складируется, складируется. Когда, если бы, наверное, я все это не собирала, я бы, наверное, не смогла отследить и знать, сколько же я вообще трачу всего и моя семья. И, может быть, я бы думала, что я очень много покупаю, а расходу не так много, поэтому, ну, как-то это. Но, смотрите, судите сами, очень много всего закончилось на этот раз. Я просто вот вывалила эту гору, постаралась как-то, знаете, ассортировать вот по кучкам хотя бы что-то для лица, что-то там для волос тела там и просто еще гора всего. Ну что, давайте будем уже смотреть, что у меня тут первое попадается. Попадается мне, первое на моем канале я вам показывала, как делала маску. Это маска от компании Mary Kay, в упаковке 4 маски. Это такая маска, которая лежит между двух таких, как бы, тканевых прослоек. Плавно первую убираете, накладываете и потом уже убирается верхний слой и держится примерно такая маска, ну, около 40 минут, да. Я вам рассказала, что еще здесь очень много жидкости, и я эту жидкость перелила вот в такие вот. У меня постоянно есть в ходу, я их не стала выбрасывать, это у меня закончился очередной гель для глаз от компании Mary Kay. Я перелила, и то есть вот эту жидкость используешь как сыворотку для лица, и как только сыворотка вот эта заканчивается, нужно желательно делать снова вот биоцеллюлезную маску. Это, то есть такая биоцеллюлеза, которая очень тонкая. После использования такой маски, я, конечно, эту маску, прежде чем наносить на лицо, я делала пилинг для лица, кислотный пилинг от компании Mary Kay. И после, то есть уже отшелушивание произошло очень хорошее, и после нанесла эту маску. Эффект был потрясающий. И те, кто используют вообще эту маску, замечают улучшение состояния своей кожи. В общем, я довольна, так что вот у меня в таких еще в последнем налита жидкость, у меня где-то полторы вот такие вот баночки получила жидкости, которая была здесь в маске. И мне очень, очень она понравилась. Так, ну гель голубенький, так как уже вам его показываю, это гель, который увлажняет кожу под глазами. Также его можно наносить на все лицо, снимает отечность, увлажняет. И наносить его можно и повторять в течение дня на макияж. Очень его люблю. И он у меня в ходу. Постоянно вот уже на протяжении, наверное, уже двух с половиной лет у меня этот продукт повторять, потому что мне он нравится. От компании Mary Kay закончились у меня патчи для глаз. У меня закончилась такая вот вторая баночка. Это вот вторая упаковка. 60, 60 здесь патчи было на 30 раз применение. Здесь вот ложка, так вот закрыто все, закончилось. Прозрачные такие розовые с частичками блеска такие патчи. Напитывали, увлажняли кожу под глазами. И хочу открыть новую для себя баночку. У меня есть в запасе. Также я от компании Ariflame попробовала эта новинка. Почему-то заявлено, что она в ограниченном выпуске будет выходить. Компания Ariflame. Не знаю. Это на один раз применение. Лежали. Уже что-то там прилипло. Вот на такой вот подложке пластиковой с двух сторон. Закрывающейся. На одно применение. Ну вот видите, такие вот прям они большие патчи под глазами. Эффект мне понравился от этих патчей. Эффект мне понравился. Хорошо разгладилась кожа под глазами. Но знаете, если говорят, что вот эти вот патчи дорогие, да. То если в пересчете вот эти пересчитать, даже со скидкой учесть консультанта и пересчитать патчи серии Optimus на 30 применений, то есть 30 таких упаковок взять, то вот эти патчи получатся значительно-значительно дороже, чем вот этих. Поэтому, кажется, когда покупаешь одни, то вот как бы 219 рублей они в каталоге бывают. Бывают, если я не ошибаюсь, 179 или 199. Так что считайте, сколько это получится в конечном результате с этими патчами. Следующее, тут что-то так в перемешку. У меня закончилась от компании Mary Kay. Я все лето пользовалась серией Botanical. И вот у меня средство для умывания Botanical закончилось. Содержит рагут фрукты и еще много других компонентов. Приятные ароматы, гелевая такая текстура, средство для умывания. Мне очень понравилось. У меня, в принципе, все серии открыты. Я для себя открыла такой новый продукт снова. Потому что мне иногда хочется, знаете, что-то поменять. Даже вот аромата в средстве для умывания или в чем-то таком. Мне нравится. Я вот уже 2 лета подряд, в принципе, пользуюсь вообще на постоянной основе. А в такой зимний-осенний-весенний период по желанию, вот по такой какой-либо там хотелке, чтобы вот что-то другое применять. Вообще вот эта серия Botanical, она для кожи молодой. Очень хорошо, когда пользуешься целиком этой серией, она как-то кожу защищает от стресса. То есть, когда мы, допустим, если испытываем какой-либо стресс, какие-то переживания, даже вот я имею в виду такие незначительные езды на автомобиле, там что-то там произошло, вырабатывается гормон небольшой стресса. И это сразу же головной мозг забирает влагу из кожи. То есть, вот при использовании вот этой серии влага в коже как-то дольше сохраняется. Поэтому периодически меняйте серии и используйте эту серию, даже если вы такая девушка возрастная, и это вам не помешает. Следующее. Тоник от Мэри Кэй Тайм Вайс. Я переливаю его в спрей-распылитель, и может быть из-за этого он у меня быстро заканчивается. Но если бы я его на ватку наливала, мне кажется, он тоже бы не менее быстро бы заканчивался. Ну, то есть, вот такой вот расходник. На утро и вечер содержат гиалуронат натрия. То есть, гиалуронную кислоту, которая хорошо напитывает, увлажняет кожу, нейтрализует воздействие водопроводной воды, которой мы умываемся. И сохраняет кожу, снимает сразу же. Вот когда мы умыли, сняли стрессу для умывания, если промокнули лицо. И я, по крайней мере, очень быстро начинаю ощущать стянутость кожи. Вот для того, чтобы не допустить этого, то есть, есть время от процесса умывания до процесса вытирания полотенцем. За эту минуту надо быстро нанести тоник, чтобы нейтрализовать и не дождаться вот этого состояния стянутости. Если же у меня вот оно возникает состояние стянутости, поэтому я этим тоником быстро-быстро-быстро, и у меня всё это сразу же нейтрализирует. Всё, что у меня закончилось, я также отношу это как и тоники, как и средства для умывания. Это такой вот как бы расходник, коробочка от нового, открыла новое, это средство для снятия макияжа с глаз, двухфазное средство, которое необходимо потрясти, нанести, я наношу на влажный ватный диск, приложить к глазам, и очень легко и быстро снимается макияж, стрелки брови для снятия макияжа с глаз и губ, то есть вот такой вот продукт у меня закончился. Следующее, также все идем еще по уходу за лицом, у меня закончилось на этот раз несколько масочек, давайте пройдемся по маскам, первое это от Моряке, я ее разрезала до конца, это Клеон Пруф, вот такая вот черная угольная маска, которая вытягивает грязь из пор, которая сужает поры, работает как пылесос, пылесос, выметает все просто в грязь из пор, можно ее наносить как на Т-зону только, можно на все лицо, обладает также лифтинг эффектом, за счет того, что она вычищает, сужает поры, плюс еще у нее такая вот как есть эффект подтяжки, по крайней мере он ощущается, когда эта маска уже начинает подсыхать, и как только высохла эта маска, вы просто ее смываете и наносите, допустим, следующую маску, вот у меня также закончилась гелевая маска на все лицо, или можно одновременно делать мультимаскинг, наносить на Т-зону угольную маску, а на щойки гелевую маску, также угольная маска еще очень хороша, когда если у вас есть воспалительные воспаления, оно такие закрытые, для того, чтобы вот как-то снять внутреннее воспаление, у меня дочка наносит именно зонально, и чтобы вот это вот все подсушить, снять воспаление, гелевая маска, маска, которая увлажняет кожу, которая может использоваться как маска ночного действия, то есть нанесли ее, не нужно смывать, и маска используется в разных процедурах разработанных, в брашенке для лица, ну, в общем-то, такая вот масочка, уже не знаю, в какой раз по счету, хочу открыть для себя новую гелевую, эту угольную открыла, вот гелевую хочу открыть, следующая маска у меня закончилась, маска, вот такая вот масочка от Reflame Essentials, с ароматом арбуза, приятная гелевая, также эта маска увлажняющая, поэтому лучше, конечно, эти маски наносить после таких масок, которые почистили кожу, а эти увлажнили, но такой маски уже нет в продаже, она реально прикольная такая, следующее, что я вам покажу, и это, давайте пробежимся, вот у меня есть, закончилась сыворотка, TimeWise Repair, еще в старом дизайне, но даже и при всем при этом, срок годности ее до 07-21 года, лифтинг сыворотка от компании Mary Kay, я люблю вообще лифтинг сыворотку, потому что она делает четким овалы лица, подтягивает кожу, делает скулы более такими, выровняет, вообще кожу упругой, вот закончилась, так, следующее, что у меня закончилось, и это у меня сыворотка, вот такая вот сыворотка, натуральная Eco Craft, с ароматом мандарина и розового перца, вот такая вот сыворотка, значит, здесь у нас такая белая консистенция, жидковатая структура, с лифтинг эффектом, была с витаминами и гиалуроновой кислотой, Eco Craft Cosmetics, приятный и тонкий аромат, аромат мандарина и розового перца, вот такая вот сывороточка, я сыворотки использую разные, меняю, дополняю, в общем-то, вот у меня была такая интересная, было познакомиться мне, кстати, с этой маркой, интересно, никаких там аллергических реакций, или там воспалительных процессов у меня от этой натуральной серии не появилось, не возникало, так, следующее, что у меня закончилось, и это от компании Mary Kate для сухой кожи, такой крем для лица с большим и длинным названием, что-то там могу ошибаться, очень длинное название такого крема, Advanced Moisturizing Renewer, какой-то там крем, в общем, девчонки, вот такой вот крем, забыла, как называется, хорошо напитывал кожу, этот, кстати, крем очень хорошо используют тем, у кого есть купероз, мне он очень хорошо подходил, я его, он, конечно, такой жирноватенький для меня был, я его использовала вечером, именно вот по вечерам, открыла ногу, потому что с куперозом я работаю и живу. Следующий крем от компании Mary Kay, вот такой закончился розовый для сухой кожи, я приехала, когда после моря, почему у меня закончились вот эти вот два крема, они у меня были в ходу зимой, и потом как бы отложены и отставлены, когда я приехала после моря, я ощутила, знаете, я раньше думала, что только такие ощущения у меня возникают, когда я приезжаю, именно приезжала зимой, но так как у нас влажность разная, и там на море, в Крыму кожа расправлялась, там так и дышится, и кожа, все классно, вообще здорово, ты сюда приехал, влажность у нас просто отличается колоссально, кожа начала сохнуть, началось такое вот прям ощущение стянутости, вот неприятные ощущения, и у меня в ход пошли вот эти вот два крема для сухой нормальной кожи, вот этот вот крем розовый и крем вот этот вот, и поэтому я вот ими как-то так быстро восполнила, я думаю, что потерю влаги, гелевую маску использовала, вот у меня поэтому и закончилась и маска с арбузом, вот как раз-таки такое вот действие целенаправленное у меня было на то, чтобы восстановить как-то кожу, именно вот здесь, приехав домой, вот как-то так, поэтому крема мне все нравится, подходит. Следующий крем, который у меня закончился, это от Арифлейм, серия Навэйдж, с SPF 50, использовала его по утрам, брала его на море, также на нем хорошо держится макияж, использовала вот его до конца и просто уже приехала, дозакончила его здесь, для того, чтобы он у меня уже не оставался и не лежал так, как крем открытый, после открытия 12 месяцев у крема вот здесь вот есть такой вот значок с открытой крышечкой, в общем использовала до конца, слонышко еще было активное такое, и я его вот закончила. Так, следующее, что у меня закончилось, это у меня закончился спрей для фиксации макияжа, полюбились мне вообще эти спреи для фиксации макияжа, они у меня есть в запасе, не знаю, можно ли их заказывать или нет, мне кажется, доступны для заказа, у меня есть вот в этом, в запасике. Макияж зафиксирован при жаре, при холоде, при смене вот из температур, макияж держится, не течет, в общем, у меня в ходу открыт новый. Следующее, что матирующие салфетки у меня у Optimal закончились, лето, сальный блеск, промокнула, макияж поправила, и все здорово и замечательно. Полоска с витамином С у меня закончилась, на этот раз одна, что-то я ленилась, мало использовала, есть у меня такие полосочки с витамином С, сияние кожи, напитывает кожу, в общем-то, штучки такие классные. Так, следующее, Баталюкс от Тиандэ, вот такой вот у меня закончился крем-филлер с носиком, вот с таким вот, именно наносится, там, морщинки какие-то, здесь вот что-то, особо под глаза я его не наносила, мне не понравился эффект именно вот здесь, вот где под глаза, именно больше я его использовала. Лоб, вот такие вот, как бы я что-то покажу, The One от Oriflame, бальзам для губ, стики, наносила также, бывала под помаду, самостоятельно использовала или на ночь, хорошо восстанавливала губки. Так, закончилась у дочки, она использовала его, это средство для подсушивания прыщиков точечного действия от Oriflame. Это вот старая версия была такая, сейчас у нас уже другая версия новая, но, в общем, в ходу шло все, то одно, то второе, то третье, ты наносишь его, прям такой, как пульсирующий эффект, ощущения такие на коже, то есть происходит подсушивание, нейтрализация воспалительного процесса, в общем-то, вот такая вот эта штучка. Следующее, что из декоративной косметики, на этот раз вот много всего, тут же, в общем, много всего закончилось из декоративной косметики. Первое, что я вам покажу, серия Giordani Gold, и это у нас база под макияж. Давно сняли ее с производства, была она у меня вот в запасах, видела каталоги наперед и знаю, что выходит в серии Giordani новая-новая база под макияж. Уже вот не в таком дизайне, не в стекле, а именно в тюбике. Интересно мне будет попробовать. В общем-то, вот эта вот база была у меня закончилась. Также у меня закончился тональный крем с минералами с SPF 15 от Ariflame Giordani Gold. В этот раз был оттенок фарфоровый. Сейчас вообще перевыпуск, перезапуск идет серии Giordani Gold. Выходят тональные крема обновленные, поэтому как раз-таки все заканчивается. Можно будет уже заказывать и пробовать новинки. Также у меня закончился тональный крем Beige 3 от компании Mary Kay. Это еще вот старая версия дизайн. Я использую, потому что темные и светлые одновременно, чтобы был контуринг лица. И у меня поэтому открыты были разные. Вот уже в старом дизайне, наверное, остаточки-остаточки у меня заканчиваются. Тональных основ и уже все новенькое. Следующее, что у меня закончилась, база под тени. Это база, которая поддерживает верхнее веко, позволяет теням держаться хорошо и долго. И, в общем-то, открыла новую. Мне нравится. Так, закончилась вся от компании Mary Kay. Карандаш для губ в оттенке Medium Nude. Очень красивый вот такой вот цвет, который подходит под многие нюдовые губные помады. Также этот карандаш очень хорошо и самостоятельно держится на губах. В общем-то, мне нравится этот оттенок. Прям полюбился, и я его открываю несколько раз для себя. Так, ну и что? Еще три продукта для бровей. Один из них от компании Mary Kay. И это тин для бровей в оттенке Dark Blonde. В общем-то, вот здесь вот такая маленькая кисточка. Вот эти все три продукта, это все дочка рисовала брови. Поэтому у меня уже такой вот тоже вот заканчивается. Скоро себе буду новый открывать. И здесь получается, что хорошо окрашиваются брови. Вот я тоже Dark Blonde пользуюсь. И вот такой вот цвет получается. Мне нравится, дочке тоже понравилось. Но вот она тут все уже поизбавлялась от всего. И, значит, следующее. Это у нас The One. Здесь, видите, уже от Reflame больше кисточка. А в оттенке Medium Brown. Да, в оттенок Medium Brown. Вот. Тоже дочка закончила его. Уже купили все новое. Так, а это у нас консилер. Тоже дочка использовала консилер. Консилер. Все просто, видите, закончила в оттенке Fairbush. Да. А вот тоже уже у нее новый консилер. Так что вот в этом видео мы вместе с вами посмотрели, сколько всего много закончилось на этот раз для лица. И сколько всего из декоративной косметики. Ну что, в другой части вы увидите средства уже другие. Поэтому спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно для вас было актуальным, интересным, полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно задавайте, пишите их. А я вас обнимаю очень крепко, целую и говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»!